Если предположить, то тренер Лустов поставил бы футболиста Лустова, когда есть варианты еще с Паблом, Урилой и Черлакой. Ну, я не тренер, я себя поставить не могу. Ты как будто все равно, ты не имеешь права, это локомотив. Меньше надо говорить и больше показывать дело. Пять лет в Португалии это был какой-то сон просто. Луизау, Жардел, с ними Джонас, Жулио, Сейзарь. Ты правильно представляешь себе какой-то такой африканский сибобо-секом? Один был боксер вроде. А как он с мячом хорош, да? Очень хорош, да. Дорогие друзья, это Локоликс и с нами сегодня Виталий Лысов, наш прекрасный центральный защитник, воспитанник наш. И на самом деле, когда я готовился к интервью с тобой, Виталий, у меня нацелел очень странный вопрос. Вопрос какой-то, не знаю, такой пережиток прошлого. Потому что ты провел все свое действие в локомотиве, ты наш воспитанник вообще от и до, насколько ему только можно быть. И ты уезжал в Португалию. И не сказать, что у нас сейчас железный занавес, мы не имеем возможности куда-то уехать. Но все же, мне интересно, твое сравнение уже по итогам того, как ты вернулся. Изменилось ли вот что-то с тех пор, как ты уезжал? Или вот та разница, о которой ты в некоторых интервью говорил, сформулировав, как ты говоришь, все равно не полноценно, она все равно осталась? Ну, смотря, с чем сравнивать. Допустим, уезжал я со всем юным молодым игроком, а сейчас я вернулся более уже сформированным, и уже приехал бороться за место в составе, а не как было раньше. Я не о тебе, я о футболе, который тебя окружает. Да, да, да. Футбол. Инфраструктура, да, инфраструктура, отношения. Ну, я думаю, только, наверное, команда поменялась. А в плане всего остального, я думаю, все то же самое, все родное, все вокруг мне прекрасно знакомое, и я прям себя чувствовал, как будто я и не уезжал. Вот такие ощущения были. Как будто пять лет в Португалии это был какой-то сон просто. Ну, не ужасный сон. Не ужасный, это, естественно, однозначно. Нет, ну, правда, ты когда уехал в Португалию, ты такой, вау, Португалия, океан, класс, футбол. На самом деле я уезжал в Португалию, не зная вообще, что предстоит мне там. Я просто ехал познать европейский футбол. Я был готов к тому, что не знаю язык, будет трудно общаться, будут неловкие моменты где-то даже. Но я знал, что на футбольном поле мы все говорим одним языком, и мне, конечно, бы хотелось проверить себя в Европе. И я даже не знал сам, что мне так прям понравится там очень играть. И когда я с каждым днем все лучше познавал португальский язык и начинал общаться с ребятами, мне все начинало так нравиться там, то, что дискомфорт не составляло никакого. В плане футбола меня сразу все устраивало, а потом еще начало нравиться в плане жизни. И это европейский опыт был мне прям на пользу. Вот вернувшись и сравнивая... У вас по-разному карьеры пошли в какой-то момент с Антоном Миранчуком, да, твоим лучшим другом, очень хорошим другом. Не знаю, тоже твоя оценка. Там с Рифатом Ижем Лединовым, вы вместе росли. Он, не знаю, рано дебютировал, потом уехал в Рубин, вернулся. Антон Рано долгое время не мог заиграть, в отличие от брата, уехал в Эстонию. Ты уехал в Португалию на приличный срок. Вот вернувшись и сравнивая, ты можешь сказать, какое влияние у какого этапа развития? Что именно Португалия тебе дала в сравнении с тем, что у нас? Ну, на самом деле, я просто... Я же уехал, у меня разные этапы были жизни. Там я больше уже в большой футбол переходил. Тут у меня, как бы, начали меня подтягивать к первой команде, да, в 19 лет. Ну, там, в 16, 17, 18. Начали подтягивать, но это все было авансом. И, как бы, я это все понимал прекрасно. И в Португалии совсем иначе ситуация складывалась. Я уже приехал туда. Ну, начнем с того, что, допустим, в 25 лет в России это считается молодой или не молодой. У меня, кстати, этот вопрос записан, я хотел тебе его озвучить. Ну, вот, по мне, мне считается, что еще как-то цепляются за молодого. Но ты себя таком считаешь? Я так не считаю. Я считаю, что вот сейчас период, да, такой, что мне уже надо играть больше в футбол, заявлять о себе, и я уже не как молодой считаюсь. В Европе это уже совсем не молодой, потому что ребята молодые, там считаются 17, 18, 19, 20, ну ладно, 22 года. Это вот молодые ребята, до 23 максимум. Дальше это уже футболист, который уже сформировался во всех планах и должен себя проявлять, и уже не прокатить такой момент, что молодой игрок. Ну, у нас Кокорин считается перспективным еще достаточно степени. Ну, дай бог, чтобы так все считались. А как правильно? Ну, как правильно в плане возраста? Ну да, вот ты вернулся, видишь, у нас есть Худяков, мальчик 2004 года рождения. Мне кажется, он визуально произойдет впечатление очень спокойное уже. Мне кажется, на первых тренировках, когда ты бьешь поворот молодому вратарю, ты думаешь, ну, сейчас мы будем расстреливать. А так, скажем, мне вы уже присмотрели, все уже не такое впечатление, нет? Ну, на самом деле, по мне, вот что касается первой команды. Вот у меня такой опыт приобрел, допустим, в Португалии. Я много встречал молодых игроков, которые приходили в первую команду и проявляли себя на таком уровне, как они проявляли себя, допустим, в команде B. Они также продолжали подсказывать, они также навязывали свою игру. Если у них что-то не получалось, не знать, что они в следующий раз это не попробуют. Они также показывали свой характер, свою наглость. И вот там уже я не мог даже иногда сказать, что это молодой игрок. То, что он приходит в первую команду, и ему не важен статус там игроков. Понятное дело, он уважает всех. Уважает свою команду, тренеров, футболистов. Но на футбольном поле это другая ситуация. Там конкуренция, и тебе надо ее выигрывать. И вот там, мне кажется, даже, что футболист, когда откинул, ну, европейское воспитание, может, какое-то, не знаю, или подход у них другой, но они приходят в первую команду, и, допустим, Луизао, Жардел, с ними, Жонас, Джулио, Сезарь, и они не смотрят на них, о, вау, какая у них там карьера была, как мне с ним там жестко сыграть. А приходят, как обычный футболист, который не просто так там пришел, подтянули его в первую команду, он сразу начинает проявлять себя и лучше свои качества показывать. И не поддается вот этому прессингу то, что с ним, допустим, звезда его детства, да, там, Жюль Сезарь. Он не поддается этому и навязывает всегда вот свою игру. У нас чуть-чуть по-другому. У нас молодые игроки приходят и, понятное дело, где-то, может, они что-то стесняются, да, подсказать, где-то там, не знаю, может, свое слово вставить. Но я думаю, что это будет правильнее, потому что человек должен раскрываться и мы должны понимать, и он будет понимать, допустим, то, что он здесь какое-то слово имеет и уже будет совсем по-другому раскрываться, уже на 100%. Мне кажется, иногда вот этого не хватает, полного раскрытия для молодых игроков. Потому что они приходят, где-то себя ограничивают. Здесь я лучше в два сыгранья не буду здесь на себя на игру брать, потому что, блин, сейчас мне напихают там или еще что-то. Где-то просто надо справляться с самим собой, это, наверное, психология больше всего. Это откуда это? Это с детства, с самой школы? Мне кажется, да, с детства. Потому что, опять же, я уже в некоторых интервью так говорил, то, что у меня брат тренер, и он меня просил иногда посмотреть, какой тренировочный процесс строится там в Португалии молодых игроков. Вот, можешь какие-то упражнения записать, чтобы ему передать. Вот. И я ходил и наблюдал такую картину, то, что в большей степени у них акцент ставится на то, чтобы развивать индивидуальные качества. Сильные индивидуальные качества развивать. То есть, допустим, там на фланге, если быстрый игрок, он принимает мяч, и он индивидуально сильно может убежать или прокинуть там, или дриблинг у него хороший там, у него не получается. Тренер требует, чтобы он сразу, допустим, после потери в отбор вступал. Вот на это он прям, они акцентируют момент. Не так, чтобы больше не лезть, а дай поздравить. Ну да, нет такого, что зачем ты обыгрывал, надо, блин, вот было два касания, спокойнее, не развивая быстро атаку, там, где-то придержи. Такого не было. Было такое, что быстро в отбор вступать, да, а в следующий раз он заставлял, чтобы еще так же напористо шел в обыгрыше и говорит, раз не получилось, два не получилось, на третий получилось, мы гол забили. Вот сколько я более-менее помню себя в сознательном возрасте, именно так, углубившись в футбол, вот столько же лет я слышу эту проблему, что в России нет через паст, только через паст, не надо возиться, а в Европе все по-другому. То есть это настолько всем очевидная история. Помню, как в «Локомотиве» несколько лет назад, по-моему, мы отменили, в принципе, необходимость победы на отдельном турнире, чтобы тренеры не ради победы, в общем-то, тренировали, а ради раскрытия игроков, да, как персонально, но все равно проблема сохраняется. Ну, я не скажу, что в России говорят, не надо вот там обводить, тут по-другому подход. Тут говорят, то, что, допустим, если ты в первую команду придешь и допустишь там такие ошибки, то ты сразу там либо присядешь, либо уже будет тебе, ну, не видит такого перспективного, или как-то может ситуация поменяться не в твою пользу. То есть это у тебя остается в голове. Ты с этими мыслями уже можешь прийти в первую команду и думать, вот меня воспитывали вот так, два касания, лучше сыграть, чем взять на себя где-то какие-то твои сильные качества. Можешь там войти в зону, обострить где-то, натянуть, допустим, у тебя игрок на спине, а ты последний, ну, центральный защитник и последний, там, если тебя обыграют, уже все, выход один на один. И ты в аут выбиваешь, допустим, да, можно где-то рискануть под корпус, развернуться с ним, там, или об него ударить, в аут, чтобы улетел. Но это все риск, и как бы вот эта грань, я не знаю, всегда в голове остается. Чтобы рисковать и проявлять, и пытаться что-то сделать, что будет даже зрителю интересно, у нас больше предпочитают в аут, либо спокойно два, там, если есть возможность в ротарю, там, ну, как-то перестраховываются. А вас помни, когда только ты стал играть в основной команде, ну, как, больше тренироваться, игроком ротации, помнишь, мы уже обсуждали ту твою минуту выхода, как бы полноценным дебютом не считаем, да, того времени. И как сейчас мы видим того же Иосифа. У него вообще нет авторитетов. Он лезет на Чёрлука с Марсельской рулеткой, ему вообще без разницы. Мухин, мне кажется, уже полкоманды синяками от Мухина ходит. Ну, вот и они получают больше игровой практики. Тренер же это видит. Мне кажется, это только плюсы, наверное. Мухин вот сейчас хорошо на сборах проводит свои игры, и Иосиф выходит, и за счет своей быстроты и дриблинга обыгрывает по два, по три где-то может. Может где-то переигрывать, но я думаю, он к этому придет, почувствует грань, где ему натянуть можно и обыграть, а где-то отдать. Главное, что он сейчас пытается, обводит. Это в футболе, я думаю, большой плюс, когда атакующий игрок делает атакующие действия, которые команде помогают. То есть, двух-трех обыгрывает, а там он найдет эту грань, где уже где-то отдать, колевую или самому пролезть забить. Это все придет, мне кажется. Прости, я слышу просто, как ты рассуждаешь, насколько, не знаю, так, мощно, фундаментально, и у меня сразу впечатление, что ты опытный игрок, один из лидеров команды. А потом начинает думать, а не, 25, и вот опять включается русское восприятие, но ты считаешь себя уже сформировавшимся футболистом, да, это вот? Просто я считаю футболистом себя немолодым. Немолодым, да. не значит, что нет, нету расти, это понятно. Ну да, это сто процентов, да, потому что, во-первых, я вообще сейчас в футбол не играю, да, у меня минимальная игровая практика, и я не могу, да, говорить, что я сформировался, что я все уже готов, прям это, когда я буду уже играть, сезон проведу полноценный и покажу не только себе, а своей семье, зрителям, то, что болельщикам, там, всех, кто переживает за локомотив, проведу сезон и покажу, что я правда, хороший центральный защитник, тогда я уже могу чуть-чуть заикнуться, да, что я сформировался, вот, посмотрите сами, а сейчас я так, я, в принципе, заранее люблю говорить, но просто я говорю то, что я не молодой уже точно. Тем удивительней, что я обратил время тренировочного процесса, как много ты подсказываешь, то есть у тебя все время, там, лево, сзади, там, один, больше тебя подсказывает, мне кажется, только черлока, и то спорно, ну, я последние, в общем-то, шесть лет жил в параде, не то, что подсказывает, в принципе, это только черлока, в первую очередь, и тут, как ты говоришь, человек без игровой практики, подсказывает, то есть, мне кажется, как раз таки, это то самое европейское футбольное воспитание, да? Ну, не совсем, я думаю, у нас, вот, на самом деле, в России очень большой акцент делают на то, чтобы центральные защитники говорили, и вообще говорили, не замолкая, тренерский штаб, вот, именно на этих сборах, Олег Алексеевич, ко мне по шине подходил, он несколько раз говорил, разговаривай, разговаривай, потому что это, на самом деле, помогает, вот, я вот, в двухсторонней игре убедился, когда ты подсказываешь, где-то Муха там заигрывается, хочется себя распылить на всех, просто везде все подобрать, ему иногда говоришь, там, занимай позицию ближе к нам, там, не теряй зону, и этот подсказ, и правда, бывает полезным, потому что он не бросает зону, нас, допустим, где-то могут обрезать, обыграть, и Муха, Мухин, очень конкретно, прям, оказывается в этой зоне, то, что он может остановить атаку, приостановить, чтобы вернулись, допустим, все, или какой-нибудь перевод, там, полезный сделать, то есть, этот подсказ очень нужен в футболе, я думаю, от него очень много зависит, одно дело, когда, да, ты там на стадионе играешь, и 60 тысяч болельщиков приходят, и, конечно, там уже должен опыт проявляться, потому что там, кричи, да, кричи, не кричи, тебя не услышат, но, когда есть возможность, надо всегда подсказывать, что в его время говорили намного больше на поле разговоров было, и было вообще понятнее, а сейчас, мол, все молчат, он говорит, и за это очень много ошибок. Я с этим согласен, потому что, я не знаю, как было тогда, но на данный момент, я думаю, что недостаточно, мы говорим на поле, допустим, в Европе, я иногда просто, ну, не замечаю этого, потому что нахожусь в процессе тренировочном, и как все подсказывают, и в то же время, и я подсказываю, а когда, допустим, смотрим теоретическое занятие, и наш тренировочный процесс, где мы там тактику разрабатываем, я прям слышу, такой гул на поле стоит, и каждый вот так подсказывает, как будто, блин, все национальности встретились, и все на своем языке, вот так, и там непонятно, все друг другу подсказывают, неважно, в какой зоне мяч находится, все подсказывают просто в одно время, друг другу. Ты говорила о том, что не должно быть никаких авторитетов, да, ты попал в команду, я не предпочитал конкретно вообще, и все, как в свое время Баринов, там, первая же тренировка, мехарику шипами, да, но ответ последовал, понятно, но и Бариня остановился, ну и вот, пожалуйста, как человек себя поставил. Ты дружишь с Антоном Мирончаком, и я на одну дистанцию тренировок заметил, что ты сыграл не грубо, ну, жестко, но в мяч не будет его, и ты как-то на паузу даже остановился, извинился и так далее. Это же та самая робость, которой не должно быть, разве нет? А извинился перед кем? Перед Антоном. Перед Антоном. Ну, слушай, это тренировочный процесс, в первую очередь. Я могу сыграть жестко, и понимая, что где-то там, допустим, зацепил ему ногу, там, или как-то грубо сыграл, я могу просто извиниться, но это не означает, что я в следующем моменте как-то буду по-другому действовать. Просто это, наверное, может, даже больше я убедился, все там нормально, когда извинялся, да, но это как бы не меняет ситуацию. здесь самое главное, бегать, что дать, что-то нормально, а как ты играть, по-другому, или по-смолу, или по-смолу, да, наверное? Ну, скорее всего так, да. И при этом, не только меня, я думаю, очень многих поразило, как после матча в Сочи ты извинился, написал пост. Такое периодически бывает, там, да, как и после подобного рода поражений, но чуть ли не впервые на моей памяти, чуть ли не впервые, когда футурист собирается это делать, иногда он обсуждается с кем-то из пресс-службы, там, где-то подкорректировать, не знаю, на ошибки, или как-то, ну, там, посоветоваться. Ты это сделал настолько, как бы смело, самостоятельно, уверенно, будучи при этом человеком, ну, не основным футболистом. То есть, на мой взгляд, в первую очередь, ответственность должны нести вообще признанные лидеры. Ты не постеснялся, и здесь вот я, я ответственный. Тут больше человеческий фактор, наверное, влияет, потому что я правильно воспитан, и вообще я не такой уж плохой человек, по сути. Просто тогда много очень на кону было. Я очень вернулся на таких эмоциях в свой клуб родной, где еще я вообще не раскрылся и не показал, кто такой Виталий Лысцов. И мне как-то больше, наверное, хотелось очень победить, во-первых, и не допускать вот такие ошибки элементарные, которые я допустил. И после игры я сам с собой боролся. Меня терзало это. Мне надо было вот как-то выговориться, и выговориться, конечно, перед кем. Это наши болельщики, это, можно сказать, это наша семья большая, да, один клуб мы. И я решил через Инстаграм извиниться и перед командой, и перед всеми болельщиками, перед руководством из клуба. И в большей степени это даже у меня прям отлегло. Тебе помогло? Ну, помогло, да, можно сказать так. То, что там много поддержали меня, это тоже отдельное спасибо всем, кто написал слова поддержки. И вот за счет этого мне прям очень легче стало, и я как бы быстрее справился с этим поражением. И пошел дальше работать, работать над своими ошибками. Я с тобой согласен полностью, но я точно помню одно мнение из команды клуба, скажем так, тебе оно было озвучено, мол, что, посты писать, надо делом доказывать. Это тоже я с этим согласен. То, что иногда меньше надо говорить и больше показывать делом, да, потому что говорить мы можем много, а на следующей игре, допустим, все то же самое повторяется. Но, к сожалению, из-за моей игровой практики она у меня не на высоком уровне, да, мало играю, не получается показать делом, да, и мне надо было прямо написать, потому что я понимал, что, допустим, если бы я играл каждую стабильную игру, то я бы и делом, наверное, тоже доказал. Что бы мы делали с практикой? Ну, я не тренер, я себя поставить не могу, но что зависит от меня, это дисциплина не только, допустим, на сборах, в футболе, это и в жизни дисциплины, я работаю над всеми качествами своими, это в плане режима, питания, общения, больше позитива, да, там, с семьей своей, вот, и большую часть уделяю не только тренировочного основного процесса, но и индивидуального, так что я работаю во всех направлениях, чтобы добиться места в составе. вот правда, сейчас ты сказал, что надо нам чуть пораньше закончить, потому что ты на 40 минут раньше команды, да, приедешь на тренировку, чтобы еще индивидуально заниматься, некая профилактика, и вот у тебя каждый день. Не прям каждый день, но я стараюсь чаще ездить, да, потому что индивидуальная программа, она всегда идет на пользу. Ты, во-первых, успеваешь разогреться до тренировки, ты уже, когда разминаешься на поле, ты уже готов, и твои мышцы готовы. Особенно для такого рослого футболиста, допустим, как я, надо всегда подготавливать мышцы, плюс я уже сталкивался с серьезными травмами и знаю, что это такое. И из-за этого, конечно, приходится раньше ездить, подготавливать свое тело, свой организм, ноги к тренировочному процессу. И уделяюсь, конечно, внимание своему колену, потому что это теперь на всю жизнь, и надо очень концентрированно к себе относиться. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, ты не тренер. Да. Я тебя им тоже не сделаю, но условно, если предположить, то тренер Лустов поставил бы футболиста Лустова, когда есть вариант еще с Павлом, Мурилой и Черлакой. Я думаю, поставил бы. В паре с кем? Я просто не хочу это озвучивать, чтобы не было никому обидно. Но понимание у тебя есть. Но понимание у меня есть, да. Хорошо, давай так. Трансфер Пабло, это очевидно, трансфер на твою позицию. Здесь с центральными защитниками все просто. Я думаю, что ты был уверен, что ты сильнее Райковича и можешь выиграть у него конкуренцию. Трансфер Пабло, я не поверю, что он тебя не расстроил. На самом деле он меня не расстроил. Я человек, который я люблю конкуренцию. Чем сильнее будет конкуренция, тем для меня лучше. Допустим, если даже не в этом клубе, я знаю, что мне дальше будет это на пользу. Потому что я всегда работаю еще больше. Меня это мотивирует. Конкуренция меня всегда мотивирует. И когда я узнал об этом трансфере, я просто сначала не понял, пять мы будем защитников центральных в Локомотиве. Думаю, слишком много. Но потом я ситуацию более подробно узнал. Ну, там и по легионерам не проходило. Да, да. И в итоге как бы я не против. Четыре центральных защитников в каждой команде есть. Я конкуренцию люблю. Главное, чтобы это все было справедливо. Если ты заслуживаешь место в составе, значит, чтобы тебя ставили. Сильное качество Виталия Лостова, ну, то, что хороший человек, мы разобрались, как центрального защитника. В сравнении с конкурентами. Вообще, я не люблю о себе говорить, но скажу очевидный момент. то, что я думаю, что у меня хороший пас низом. Верхний пас длинный тоже хороший. Я могу шагу дать на длинную дистанцию пас. И верховую борьбу хорошо веду. Не прям такой уж медленный. Для центрального защитника нормально. Но есть много минусов. Пожалуйста. Ну, может быть, стоит в концентрации прибавить. То есть всегда находиться в игре. Потому что иногда я не смотря на то, что я думаю, что я все контролирую, иногда замечаю такие моменты, то, что и близкие мои люди подсказывают. То, что иногда смотришь на меня и думаешь то, что вообще идет и думает о чем-то там другом. Хоть и, конечно, мяч не в моей зоне. Когда уже в моей, я начинаю включаться. И вот советуют, конечно, чаще находиться в концентрации и прям контролировать игру. Быть в движении, подсказывать. Вот это как раз и всегда... Это решение для проблем. Да, да. Это решение для проблем. Когда ты подсказываешь, ты всегда в игре и концентрированный. Видно, что ноги работают и ты как бы готов. Вот. И, наверное, выбор позиции чуть-чуть надо правильно выбирать, знать, где идти, где остановиться. Тебе помогает как-то, не знаю, то, что ты с Черлукой тренируешься, понимаешь, что ты опытный футболист и не за горами его завершения карьеры. Мне кажется, как раз-таки выбор позиции и концентрация у него на высоте. Тебе это дает что-то? Ну, у него не только концентрация, у него сам, вот, допустим, он уже в возрасте, да, и уже не тот черлука, да, который там играл в Англии в свои лучшие годы, но все равно он на уровне держится, за счет чего? За счет своей головы, за счет выбора позиции, знает, где пойти, где остановиться, вот, конечно, у него есть чему поучиться, и я, несомненно, учусь, и много питаю от него, и не только сейчас, я это самого детства начинал, равнялся на него. Он меня мотивировал, он мне очень нравился. И еще до Локомотива, ты бы сказал, нет, или когда Локомотива до Локомотива? Нет, когда он перешел в Локомотив. До Локомотива я его, конечно, естественно, знал, но не прям так за ним пристально смотрел, а когда он уже в Локомотив пришел, тут я, конечно, на него сразу обратил внимание, и всегда за ним смотрел, и, можно сказать, он прям для меня кумиром был, потому что, по мне, он был самый сильный в России центральной защите. Согласен. Мне кажется, и остается. Ну да. Скажи, пожалуйста, помимо Чёрлока, кто твой премьер, может быть, сейчас из мирового футбола, может быть, из прошлого? Ну, мне нравится игра Ван Дейка. Здесь не оригинальным не будешь. Но все справедливо. да, мне прям очень нравится, и как он мыслит, и как он прям тайминг ловит на поле, то, что он прям идет, где-то идет, где-то не идет, где-то приостановился, он прям в один-в-один все прям четко. Верховую борьбу я вообще молчу. Начало атаки. Вот многие недооценивают, кстати говоря, да. А как он с мячом хорош, да? Очень хорош, да. Я не знаю, почему недооценивают, но он прям номер один, мне кажется, сейчас. Ну, больше все говорили о том, как он хорош в отборе, что там не было ни одной обводки и успешный против него, но это так больше уже подгон статистики, Сейчас Ливерпуль теряет меня за счет во многом его начало атак. Скажи, пожалуйста, Гриш, вот близкие люди тебе говорят, кто вот эти близкие люди, мнению которых ты футболе доверяешь? Это мои друзья, моя семья, у меня брат двоюродный и мой родной брат, они в футболе были, как бы болели футбольно, но вот в таком переходе в большой футбол у них не сложилась карьера. И сейчас один из них работает тренером. Да, а второй с футболом ничего сейчас не связан. Но все меня немаленькую часть своей души вкладывают, можно сказать, потому что всю жизнь болели за меня, переживали на всех турнирах, играх, просто шаг в шаг со мной идут по моей карьере. И их мнение для меня очень значимое. А в команде с кем у тебя такая особенная связь? Ну, скорее всего, с Антоном Мирончиковым. Потому что... Он что-то понимает в игре защитника? Он может в этом подсказать? Естественно, он понимает, потому что мы каждый теоретически подвязаны, да, на каждой позиции. Потому что, допустим, куда бы меня, допустим, тренер не поставил, я везде сыграю. Не знаю, хорошо или плохо, тактически так точно. Вот. И, естественно, он понимает, как, где мне надо прибавить, или где-то надо агрессивнее, или все нормально, где лучше успокоиться. И иногда с ним разговариваем. Так что с ним... С ним просто мне легче, потому что я его очень давно знаю. Автоп, пошел! Иди, две сеточки возьми! Давай, пошел! Ты согласен, что может быть субъективное мнение, но вам с Антоном сейчас обоим нужна как-то помощь друг друга, потому что ты не являешься игроком основы. Антон является основным игроком, и лидером, на него все смотрят, надеются. Но, наверное, уровень футбола, который Антон показал, в частности, осенью, он может лучше, он это знает. И у него видна какая-то не знаю, то ли злость, то ли... Что я могу сказать, допустим, Антону, это то, что сейчас в себе копаться и где-то там думать, почему так именно. Я думаю, что это общекомандная проблема. Мы сейчас все сбавили как команда. И из-за этого результат такой. Но, я думаю, вот сейчас большой у нас сбор такой. Плюс мы в Испании целый месяц будем находиться. И у нас будет время вот здесь как команды прибавить. И на этом фоне, я думаю, каждый индивидуально проявит себя намного лучше. Мне кажется, просто момент нужен. Бывают спады, да, в карьере, когда это идет даже не в большей степени не у тебя, а, допустим, все целы у команды. Редко бывает, да, там, чтобы игрок все прям раз и не проявляет себя, когда прям на пике идет форма. Мне тут кажется, что больше команда себя начал не проявлять, и он больше на себя начал брать ответственности. Где-то хочет больше показать, там, обвести себя, и забить гол. Но из-за этого иногда бывают и ошибки, и какие-то моменты спады. Я думаю, все это нормализуется. Мне момент даже казалось, что он как-то одиноко, ему одиноко на поле. Он как будто ищет рядом Фернандеша или брата, чтобы обыграться с человеком, понимающим его идеально. У него это не получается. И дальше он лезет сам. Есть такой, может, момент. Я просто не знаю даже, мы с ним на эту тему не разговаривали, одиноко ему или нет. Но иногда такие впечатления складываются. когда я наблюдал за локомотивом, когда Фернандеш был, Леша был. И, конечно, картинка на поле была лучше. Другая, да. Более такая. Тик-так. Вот сейчас на сборах ты видишь какое-то, что-то новое зарождается? У тебя есть такое ощущение? Ну, я вижу только то, что ребята очень упорно и усердно тренируются. И мы набираем прям форму не по дням, а по часам, можно сказать. и все хотят исправить ситуацию. Вот это я вижу, да. А как все это будет на самом деле складываться, это мы все только увидим в процессе. Ты как воспитанник локомотива по-особенному тяжело переживаешь ситуацию с нынешним местом в турнирной таблице. У тебя были когда-то ощущения, что в основном ты смотришь на кого-то и ты думаешь, тебе как будто все равно, ты не имеешь права, это локомотив. ты понимаешь, что на тебе есть еще вот эта какая-то железнодорожная ответственность. Это сто процентов, потому что я за локомотив переживаю не только когда я в структуре команды, но и когда за пределами всегда за локомотив переживал, переживаю и буду переживать. Но я думаю, что я не задумывался об этом, потому что все ребята, которые находятся сейчас в команде, все несомненно хотят побеждать и работают на все сто процентов и все очень переживают, это видно, из-за этого у меня таких мыслей не возникало. Ну, слава богу. Сборы. В Португалии, так понимаю, такой паузы вовсе нету. Как лучше ты для себя вывод сделал? Для себя сделал, да. Для меня лучше было это когда раз в год отдыхаешь. Это для меня, как для спортсмена было намного лучше, когда, допустим... В смысле, летом вот между чемпионатами, да? А, допустим, когда я смотрел, локомотив едет на сборы, а у меня уже игра идет. И, конечно, когда ты играешь приятнее, чем вот так понимаешь, что они сейчас там бегают, через барьеры прыгают, там физуха занимаются, и для меня, конечно, складывается впечатление, что лучше без такой паузы зимней. Но так бы ты не съездил в Занзибар? Но так бы я съездил в следующий раз, там, летом. Слушай, мне на самом деле не нравятся все эти постотпускные интервью, особенно сейчас, в ковидный период, когда футболист спрашивают, как отдохнул, ну, Мальдивы, Дубай, но какой выбор? Ну, я просто понимаю, что не все будут рады за твой отдых, да? Но когда я прочитал отец, ну, круто. Я же правильно понимаю, что родина Фредди Меркери, да? Да, и так получилось, что мы просто с моим другом и его девушкой и с моей женой решили полететь туда, отдохнуть. Это был бюджетный вообще вариант, я не знаю, почему в Занзибар не летают, но отдых у нас получился крутой, потому что там очень теплое море, хорошее солнце, пляж замечательный был, мне чем-то даже где-то там Доминикану напоминало. Говорят, что Занзибар это как типа Мальдивы для нищих, что-то такое, я слышал. Но мне понравилось, может, сервис, да, не такой прям топ, да, там, как в Дубае, в Мальдивы, там, еще где-то, потому что это, несомненно, Африка, но в плане отдыха нам получилось отдохнуть очень замечательно. Что тебе там особенно понравилось? В интервью ты сказал, что ты играл футбол с каким-то племенем? Масаи, Масаи, да, ну это вот, я до сих пор не понял, кто они вообще, Масаи эти, ну типа они как бы охраняют что ли, отели, ну, в данном случае, с кем мы играли, вот, и, ну это такие люди, которые предлагают так же путевки, там всякие, подешевле, да, они там ходят около отеля, охраняют его с утра до ночи, они нас вызывали, говорят то, что сейчас очень много русских здесь, ну допустим, потому что, наверное, походу все закрыто, и все русские полетели на Зинзибар, и там очень много русских было, и они говорят, ну мы никогда не играли с вами в футбол, хотя мы уверены, что мы вас выиграем, и, короче, вот так на нас, короче, газанули, можно сказать, уверенно. Ты собрал команду? Ну, мы просто с друзьями, там, ну вот, с другом моим, и там пару ребят с пляжа, да, подошли. Ребят с пляжа, они футболисты или нет? Один был боксер, вроде, второй смешанный, да, единоборств, что-то такое. То есть у вас больше под третий тайм был? Ну, то есть там вообще у них без шанса было во всех видах спорта. Там вообще было... Ну, вы выиграли. Выиграли, да. Правильно представляешь, что это какой-то такой африканский футбол босиком там? Пляж был идеальный для этого, если честно. Мы на пляжу играли, и как бы босиком там был в самый раз. Ну, иногда, когда они прям откусывали, было неприятно, мимо мяча. Ну, в общем, эмоциями ты зарядился, то есть отпуск, на самом деле, мне кажется, был... на самом деле, я перезагрузился, и все, весь негатив оставил в этом году, а позитив с собой. Ты все время улыбаешься, и я буквально пару дней назад взял интервью у Пабло, и Пабло все время улыбка, все время говорит о Боге, и о вере, и прям видно, насколько это человек, ну, не знаю, преисполненный, как бы, вот, вот, по тебе впечатление, что ты бразилиц, а не русский вообще. Ну, не только бразильцы, наверное, бывают такие. Я много русских встречал, ну, правда, не таких веселых, но верующих в Бога, вот, и это большинство моего окружения. Но, Пабло, ты меня сейчас прямо удивил, я даже не знал, что он прям всегда говорит о Боге. Да, у него даже, в принципе, вот устоявшийся формат, он просыпается, и дальше у него 30-40 минут общения с Богом, молитва, медитация, и это позволяет ему, соответственно, вот с улыбкой смотреть на мир. То есть, он говорит, что до этого он мог, там, толкнуть Балателли, из-за этого быть удаленным, то сейчас ему эти медитации, общение с Богом помогают, и он, и он всех любит. Конечно, веру в Бога, мне помогает справляться, вообще, со многими факторами в жизни. Я думаю, что это и есть моя жизнь. То, что, ходить в церковь, ездить в купель, молиться, это мне помогает и в футболе, и в плане, по-другому смотрю на жизнь. Добрее становлюсь, и, как бы, это очень влияет. Всякие негативы отбрасываются. А когда негатив отбрасывается от тебя, то тебе проще смотреть с чистой совестью, с чистым разумом на некоторые вещи, которые тебя могут даже задевать, но ты смотришь, для них ерунда, и просто проходишь это мимо. И если мне это помогает, я думаю, то, что это очень даже хорошо, потому что любой человек может, допустим, как выразиться правильно, в разных вещах находить то, что будет ему помогать. И я думаю, Всевышний, это только, я думаю, для всех только плюс, чем минус. Откуда у тебя это? Кто тебя в храм привел в детстве? Ну, я с мамой помню, часто очень ходил. Она всегда, мы, допустим, если там поедем к моей бабушке на кладбище, обязательно зайдем в храм, поставим свечки за всех, вот, и уже прям с легкостью оттуда выходим. И как-то она меня привил вот эти правила, то, что церковь надо ходить, в храм. Вот здесь мама молодец, ну, позволь мне эту оценку. Я знаю, что мама сопротивлялась твоей футбольной карьере долгое время. Вот. Хорошо, что там она себе не дожала. Нет, ну, тут больше не так. Она не думала, насколько это все серьезно получится, да, это первый момент. Второй момент, она всегда была за, чтобы я развивался, потому что спорт меня всегда делал лучше. Я, как бы, вокруг меня очень, на моем районе было очень много плохих дел, да, лучше заниматься спортом, чем куда-то влазить, там, в плохие компании. район какой? Воронежа. Вот именно, где я жил. Вот. И там разное окружение было, и много плохих моментов было. И вот лучше спортом заниматься, она всегда была за. Ну, когда я учился плохо, или где-то себя вел, несоответственно, да, там, она меня наказывала футболом, потому что знала, насколько для меня футбола это все, можно сказать. И вот она где-то в каком-то случае наказывала меня. Ну, когда она уже поняла, что я очень профессионально начинаю заниматься футболом, и иду прям по карьере вверх, и когда я уехал в Москву, она все делала для того, чтобы у меня были бутсы, у меня были щитки, и все соответствующие моменты, и чтобы все на уровне было. Она могла ползарплаты, допустим, отдать на мои бутсы, щитки там, или еще что-то. А бутсы иногда не продерживались и месяцы на искусственном поле, вот, крот там поймал, еще что-то. И, конечно, я только вот сейчас осознаю и понимаю, да, сколько для меня мама делала в детстве, чтобы я играл в футбол. Так что, это я, может, где-то неправильно выразился, что она мне прям запрещала, да, но она меня этим наказывала за счет футбола. Допустим, если я там уроки не сделал или еще что-то, она говорит, не пойдешь на тренировку, прятала мои вещи, Ну, мотивировала, воспитывала. Мотивировала, воспитывала. Я думаю, ты был благодарен на невозможности. Да, несомненно, только так. Бодяги, ну, в общежитии, локомотив... Почему бодяга? Я, если честно, не знаю, просто... Никто не знает. Так вот, 20 человек, которые отвечают, не знаю. Потому что, так бы завелось, наверное, кто-то назвал бодягой. И вот, так и, наверное, поколение за поколением пошло. Мне кажется, у вас было очень веселое поколение. 95-го, с кем вы больше общались? 6-м, с 4-ми? С 5-ми. С 5-ми. У вас было очень весело. Сколько историй от вас слышал? Где-то вы там, не знаю, велосипеды украли, поехали ночью в Макдональдс. Даже велосипеды не украли? Сняли мы их в аренду, да, взяли. И мы катались всю ночь по Москве. У нас вот такая тема была. Под утро приезжали в интернат, спали, и к вечеру отвозили. Вот что-то такое сумасшедшее, оно возможно в профессиональной команде? Потому что это не обязательно плохо. Ну, то есть, понятно, что там сбить режимы это вообще неплохо. Это плохо, да. Ну, а это химия, это команда. Смотря когда ты сбиваешь режим, да? Ну, не очень. Не, я имею в виду, смотря когда ты сбиваешь, в какой период. Если у тебя тренировочный процесс, да, идет на следующий день у тебя на тренировку, но мы выбирали выходные, дни. Мы же не можем там ночью покататься, потом весь день спали и на тренировку не шли, да? Сейчас как? Я думаю, что, может быть, даже этого не хватает. Меня, допустим, как человека, вот такие простые моменты заряжают очень сильно. Я очень, прям, знаешь, вот как с Борей сегодня разговаривали с утра, мы общались, и он говорит, вот иногда, что нужно для счастья? Кофе вкусное какое-нибудь попалось, да? Там сделали вкусный кофе, смотришь море, вокруг себя атмосферу, и ты понимаешь, как ты счастлив. И вот эти моменты тебе, прям, не могу подобрать слово, знаешь, так... Водушевляют. Водушевляют, да. И вот я говорю, то, что, что у нас было раньше, если мы сейчас бы, допустим, собрались все вместе так и повторили, даже элементарную, допустим, на велосипедах покататься, может, даже не ночью, днем, да, без разницы. Я думаю, это было бы прям, такой, хороший, эмоциональный момент. Марко неоднокразово говорил о том, что в команде нужны бандиты. Он, прямо, слово бандиты говорил. А так, я смотрю, не знаю, Чёрлок, ну, такой важный, там, игрок сборной Хорватии ходит. то есть, ну, не хватает чего-то такого, какого-то озорного, не знаю, вот, о чем ты говоришь. Кто может, бандит? Я даже не знаю. Я думаю, бандит, в каком плане бандит? Я не знаю, у Марка спросил. Он, на самом деле, говорил о том, что бар такой, ему и очень не хватает. бродяг, деревенский. Ну, на самом деле, просто, наверное, хочется видеть атмосферного человека в команде, чтобы меньше вот этого было спокойствия и тишины. Наверное, он хочет больше видеть, чтобы команда глаза горели. Вот, я сравнивал такие моменты с Европой, допустим. В Бенфике я никогда не наблюдал ситуацию, чтобы там сидели, там, спокойно, так, хладнокровно перед матчем. Я наблюдал ситуацию, как все смеются, радостные, музыка кричит, там, кто-то танцует, кто-то тейпируется сам, там, потом срывается, выбрасывает, давай там, массажисту, куда ты пропал, там, ну, какие-то шутки. Но металитет другое. Да. Я думаю, в крыльях тоже не было ничего португальского такого, нет? В крыльях, да, точно такого не было, таких моментов. Но я думаю, что у нас достаточно игроков, которые могут, допустим, создать такую атмосферу. И может, у нас так и будет. И ты себя к ним причисляешь? На самом деле, я не такой. Я очень спокойный. Вот, допустим, лишний раз стать потанцевать, допустим, я не знаю, я не могу, может, только в отпуске, и когда ты там, в своей компании, кто давно тебя знает, и ты кого знаешь давно, вот тогда можешь раскрыться, там, потанцевать, подвигаться. Мне кажется, просто заиграть, нет? Может быть, может. Я бы с тобой на самом деле очень долго бы общался, я помню, как ты с Аней Галай общался в самолете два часа, и говоришь, не, ну что это, не серьезно, она общается часов шесть. Ну, просто такая тема, то, что, знаешь, пять лет моей жизни в Европе, и очень большая жизнь в России, да, в клубе «Локомотив». я и в Воронеже в «Локомотиве» начинал, так что я у меня буквы «Л» на груди, полжизнь моя и футбольная. Вот. И как бы много очень моментов, которые хочется рассказать, и когда касается интервью жизни, то это, я думаю, у каждого человека это не займет на час, на два, это хочется всегда на одну историю, у тебя есть десять историй, да, там хочется рассказать все, иногда даже это мешает, интервью. Все в голове путается, ты понимаешь, что ты должен это за короткий срок все высказать. Мы не ограничены одним интервью, на тебя очень много запросов, если у тебя такое желание, организму, все на встрече. Сначала надо футбол заиграть. Вот это тоже постоянно слышу. Если подытожить вот как-то в преддверии второй части сезона, какие у тебя задачи перед собой, перед партнерами, перед командой? Перед собой, перед командой и перед партнерами у меня, можно сказать, общая задача. Быть готовым и, несмотря сколько тренер даст мне игрового времени, мне надо выходить и показывать самый высокий результат, помогать команде и отдаваться на сто процентов. И не надо расстраиваться. Допустим, сейчас такой период, что мы либо пойдем все как одна команда вверх и исправим ситуацию в турнирном положении нашим, либо мы сейчас начнем показывать свои обиды или еще что-то, кто-то не играет, кто-то там мало играет и тогда у нас ничего не получится. Я думаю, это все прекрасно понимают и мы это видим на тренировках и в общении вообще в команде. Так что, я думаю, у всех один только, одна задача, это выйти со сборов в максимальной форме и подняться в турнирной таблице. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин